Полуметровые ямы, огромные выбоины, разбитые бордюры. Так выглядит дорога на улице Чумаковской. Автомобили с большим трудом преодолевают препятствия. Порой теряют колеса, изнашивается подвеска. Да, мы всю жизнь тут ездим так. Слив надо сделать в первую очередь, правильно? Потому что вода идет, она ее снесет по-любому. Олег Белоусов – инвалид-колясочник. Живет здесь пять лет. Все это время, чтобы выбраться в город, молодому человеку приходится преодолевать квест. Порой с риском для здоровья и даже жизни. Выехать здесь нереально просто. Проходится подниматься по лестнице и выйти туда. Коляска, естественно, кто-нибудь из взрослых, из наших, поднимают здесь, либо я вот здесь спускаюсь. Но здесь просто опасно спускаться из-за того, что если я чуть вильну джойстиком, то получается я улетаю вниз. Уже инцидент был один раз. Дорожный кошмар на этом участке вскоре закончится. Ремонт улицы в самом разгаре. Меняют бордюрный камень и асфальтовое покрытие. Работы планируют завершить в конце ноября. Как будет дорога восстановлена с уличком, отработайте, пройдите, посмотрите, где возможно проложить тротуар и до конца года внесите предложение. Следующая точка – двор дома номер 29 по улице Садовой. Жильцы жалуются, что здесь уже много лет не проводили никаких работ. В 2022 году это место ждет преображения. Территорию заасфальтируют, расширят парковку и установят детскую спортивную площадку. Проект вы посмотрите, как начнутся работы в следующем году по весне. Я к вам обязательно заведу. Улица Гоголя. Движение на этом участке перекрыто. Здесь меняют асфальтобетонное покрытие. Подрядчик Суджанская ДРСУ номер 2. Горожане испытывают неудобства и ждут завершения ремонта. Дорожники обещают справиться до 1 ноября. Последняя точка – сквер молодежный на проспекте Клыково. Здесь обустроили пешеходные дорожки, установили лавочки, территорию частично озеленили. Местом притяжения для горожан станет новый фонтан. Пробный запуск уже состоялся. Фонтан работает. В этом году работы завершены. На следующий год, с весны, проведем здесь освещение, водополив, подведем воду по всему участку. Соответственно, здесь будут посажены деревья, будут сакуры, малые архитектурные формы. Кроме того, сейчас решается вопрос о строительстве здесь арок с качелями, детской и спортивной площадок. Станислав Костиков, Геннадий Воробьев. События дня.